всем привет наши дорогие зрители рады снова видеть вас в эфире у нас гостях сегодня алла глыба директор агентства горячих путевок турбар и и другая рубрика другие эфиры в этом видео про самые популярные мифы про албани будем их развенчивать сейчас в этом видео привет привет голодный сегодня эксперт всем здравствуйте спасибо студия подкармливает что мы говорим мы говорим сегодня об албане ты так аккуратненько не облокачивайся по мифах скажи мне пожалуйста давай начнем с того что ты думаешь об албане ты же не была в бане правильно я не была в албане так как я работаю на туристическом канале который говорит про албане который снимал огромное количество видеороликов которые вы можете посмотреть на нашем youtube канале я знаю что там классно что там безумно красивое море в регионе к самим что улетим мы в тирану что там очень недорого и это достаточно классный отдых ну вот я так хотела чтобы ты мне поназвала мифы а я их развенчивала перед эфиром спросила какой самый главный миф в албане самый главный миф я отвечу уже сейчас в эфире это то что когда произносишь клиентам слова может в албанию не горит нет там же советский союз и тут вот сразу хочется говорить противовес работать с возражением потому что действительно у меня было такое же мнение когда ты абсолютно права летим мы в тирану самый ближайший курорт от тирана это дурос и вот у меня там была одна ночь перед тем как я переезжала в к самим и и ощущение именно такое причем такое независимо от того вот ты находишься в отеле или ты выходишь за несмотря на то что в отелях мы жили кстати в отеле мы жили алир групп отель сам по себе хороший алира лакшери четверка resort а вот находится она не в самом дуросе а немножко рядом но я сейчас про советский союз в отеле все замечательно все чисто фонтанчики все хорошо но во первых видно это немножко по отношению людей то есть я не знаю как это объяснить но вот и иногда вроде как стараются сервис я говорю сейчас про регион дурос и говорю про даже про отель они улыбаются но все равно вот ощущение какого-то но вот ответили тебе и все вот нету знаешь как обычно гостеприимство чтобы тебе там что-то другое предложили вот ты спросил тебе ответили все есть нету есть нету ну вот как то так все происходит хотя улыбается все замечательно вышли на улицу прогуляться надо же куда-то деть вечер надо же что-то с этим делать и знаешь вот просто вдоль дороги ощущение следующее то есть хочется зайти в какой-то магазин их нет есть супермаркеты в которых продаются фрукты овощи понятно продуктовая там все остальное вот но при этом всем а еще вдоль продаются матрасы и круги вот значит такое ощущение что вот это именно все самое насущное что в честь можно купить больше ничего туристам скорее всего не надо но и вот как-то это первое то есть вот я сразу вспомнила свое детство когда я ездила там бердянск или в крым и вот примерно до счета же когда мы гуляли по улице то первое второе мы увидели красивые отели не помню нимфа нимфа как-то он там фифа называется пятерка но внутри дорого но сказать что это со вкусом вообще невозможно и никто нас не остановил нам разрешили пройтись и когда мы пошли на музыку вот когда мы вышли к бассейну народа полно на самом деле все отдыхают буквально пару пар танцует но опять-таки я окунулась в детство опять-таки в советский союз потому что знаешь вот какая тоже на набережных я не знаю как называется не рояль а на чем играют но вот как не ансамбль клавиши клавиши то вот синтезатор господи синтезатор и кто-то поет это вот знаешь как 90-х вот оно такое да так мило и вот правда не понимаешь что серьезно на улице 2019 точно не 99 и вот все она вот так вот если мы говорим про дура включая море вышли на пляж все замечательно зонтики лежаки не убито ничего не разбито но вот это вот знаешь как бердянский коса где ты идешь там километр чтобы куда-то окунуться тот же цвет воды вот правда просто абсолютно у меня в голове бердянской и все а вот дальше когда мы уже переезжаем дальше мифы развенчиво все зависит от того куда вы все-таки попадете если вы попадете уже начиная вот влеры а это соответственно уже два с половиной часа они 40 минут как от дураса и дальше саранда аксамиль а вот в ту сторону там конечно уже все будет по-другому конечно это не будут прям там мега какие-то супермаркеты но и это есть какие-то магазинчики я уже что-то можете купить и то есть набережная хорошие ресурс ранами да дальше по поводу мифа что там делать там нечего делать ну тоже развею есть конечно от уже все наслышали от экскурсии на корфу где саранда идет паром 40 минут если скоростной не скоростной полтора часа до голубой ок и куда приезжают до миллиона в год и туристов куча других мест а есть старовина старовинной крепости то есть действительно что посмотреть это очень красивые места с истории очень интересные поэтому однозначно да третий миф с которым я все время сталкиваюсь это то что ну как бы за что там платить деньги во первых отели ну то есть эти по за эти деньги можно поехать куда-то в другое место если сравнивать отелей возможно хотя сейчас очень классное предложение есть там не знаю буквально неделя 650 евро за двоих в том же ксамиль а в том же алирбянка в котором мы жили личная четверка три минуты до пляжа и ну можно конечно поехать за такую же стоимость наверное в три звезды в любой стране европе но не за те же деньги глобально которые вы можете уже потратить там потому что я бы изначально считала бюджет в принципе который вы потратите на отпуск что часто спрашивают сколько брать с собой денег и здесь уже явно слышали это в других эфирах в два раза дешевле еда морепродукты и все остальное четвертый миф это то что здесь опасно потому что наркотики транш вот это вот все это все на слуху это не за огромное количество бункеров все остальное на самом деле меня очень удивило то что у нас девочка забыла кошелек на пляже куча людей она там же его и забрала то есть никто нигде причем она его забрала через два часа внимания через два часа или на лежаке и люди уже заняли лежак это просто было отодвинуто в сторону рядом на столике то есть внук бы удивление то что тоже вот непонятно там чистое нечистое к этом природа а вот это вот одно из 5 но 5 что непонятно как там что там проясню ситуацию очень красиво те кто был в грузии если вы были в грузии вы явно сравнить эти горы и ландшафты и меня очень поразило действительно чистота знаешь при том всем что сейчас допустим курорты очень расширяют свои горизонты строится много гостиниц но нету вот какая знаешь даже как в египте когда у тебя рядом стройка это катастрофа это куча грязи именно строительного не только строительного это ну вот как-то непонятно на что происходит не как-то безумно аккуратно работает я не знал в центре там тоже немножко а там где-то на на третьей линии ксамиля ресторан да это все как так аккуратненько то есть даже когда ты обедаешь в ресторане вот нету ничего какого-то такого и не знаю там пыли грохота и действительно грязи которую ты проходишь выбирая себе на набережный ресторан так что если вы думали и вы знали какой-то один из этих мифов пишите комментарии под этим видео может вы знаете что-то еще такого про албаню что мы можем в нашем прямом эфире развеять это решение свои мифы да пишите свои мифы а мы будем развенчивать